Аплодисменты Хорошо Работает, работает Я уже все поняла На всякий случай приходится проверять Вот А у вас не работает, Александр Алексеевич? Сейчас сделаю Алло Это радует Спасибо, что вы пришли Спасибо Аплодисменты Аплодисменты Александр Алексеевич Я думаю, что не только мне Но и нашим зрителям Очень хорошо известно Что вы в своих концертах Щедро делитесь с аудиторией Своими воспоминаниями О самых любопытных эпизодах Вашей жизни Помимо того Ну почти все знают, что вы являетесь автором Несколько книг Написанных о вашем жизненном пути Но я уверена, что еще далеко Не все и вообще, наверное, мало кто знает Что на сегодняшний день Уже вышел в свет И начинает обретать потихонечку Своего зрителя Большой Семнадцати часовой Многосерийный фильм В котором Александр Алексеевич Рассказывает о своей жизни Уже с экрана Должна сказать, что готовить к сегодняшнему вечеру Я просмотрела все 34 серии И должна вам сказать Что это запретельно интересно Настоятельнейшим образом вам рекомендую этот фильм посмотреть С одной стороны, было очень интересно Я сейчас одну франточку только скажу А с другой стороны Мне было очень страшно Почему? Потому что я понимала, что сегодняшняя программа Это два, ну, два с небольшим часа А там 17 часов Как вот все это можно было затолкать В этот промежуток времени, непонятно Но мы очень постараемся По крайней мере, о каких-то основных эпизодах В вашей жизни сегодня поговорить И к фильму мы еще позже, наверное, вернемся А сейчас давайте попробуем с самого начала начать Минуты, что у меня Свет, сделайте на герос Слава Пойдем туда с ним Ну вот У нас сегодня, знаете Пошли неприятности, начиная с метро Какие-то барабашки заверите Потом Атланты стали держать небо И пошли на забастовку вот этим Некто спешно Потом отказал звук, который сейчас еще не очень А теперь уже и свет Вот, так что ничему не удивляйтесь Сейчас будет обстановка Приближены блокады И буквально И это еще не все Компьютер сломался И проектор сломался У меня Серьезно Такого в моей жизни еще ни разу не было Но мы живы Это радует А сейчас нам сделают Речь как мне, чем меньше Меня будет освещать Чем лучше Так Александр Алексеевич Давайте к вашей жизни поближе Вот Ваша фамилия Она очень красивая И по-моему очень редкая Скажите, пожалуйста Вот откуда она взялась И вообще расскажите сразу О своей родословной О своих родственных Ну почему? Она довольно частая фамилия Вера Панова Не встречалась Один из героев городницкий Кстати, даже у нее родственников Эта фамилия, как и многие фамилии Значит, Ашкиназим Так сказать Восточно-европейских евреев Формировалась по названию Местечек, где они жили Местечек городницкий Высший городницкий Я думаю, несколько сотен Как минимум Я вообще, скажем, встречался Очень много С носителями этой фамилии Ничего ни особенного нет Это фамилия по селу По поселку И прочее, и прочее, и прочее Это первое Вот так же и красиво Что красиво? Ну, по городнице Городнице Городницкий Значит, ну Так Вот, в свое время Борис Анатольевич Слуцкий Замечательный русский поэт Один из любимых моих поэтов Фронтовиков и вообще Сказал мне Как ваша фамилия? Городницкий Вы очень плохая Смирите Я говорю Некрасивый, длинный Народ не запомнит Во-вторых, еврейский Печатать не будут Я говорю Ну вы же тоже Слуцкий Он сказал Вы меня с собой не равняете Я уже Слуцкий А вы еще никто И был совершенно прав Альцент Моисеевич О фамилии Вы поговорили Расскажите Пожалуйста Дойдем Дойдем Всему свое время Господа Альцент Моисеевич Пожалуйста Расскажите Это В наше время Это не важно Мне считали Что при коммуниции Не будет графа Национальность В анкете Но будут вопросы Были ли ли Верим при социалистов Все-таки Настаиваю Давайте вернемся К вашим корням А ваш это Дословный Национальность Да Ну я же вас Об этом не спрашиваю О чем же Я спрашиваю Что вы рассказали О своих родителях О том где они Откуда Кто они по профессии Ну и так далее Интересно же людям Родители мои родились В Белорусском Могилеве Учились они Отец в Ленинграде Мать в Москве Потом в двадцать девятом году Они переехали в Ленинград Мать учительства Несколько лет Покончали института На Алтае И рассказывала Что когда там Заготовляли пельмени То дети конечно в школу не ходили Ее пытались привлечь К раскулачиванию Слава Богу И хватило ума И совести В этом не принимать участия Вот Значит Родился я в доведом В тридцать третьем году На Российском острове Поэтому я могу себя Спокойно считать Островитянином Отец у меня Картограф Позднее военный картограф Занимался всю жизнь Созданием карты Для военно-морского флота Мать Учительница Преподавала математику В школе После блокады и войны Учителя были не нужны И Твотяна Встреча Невоскребная И она перешла на работу На ту же картфабрику Где работала Начало корректором А потом Была Техническим редактором Много лет спустя На ночных фактах На Крузенштерне Я открывая лосы Читал в конце Маленьким шрифтом Напранную подпись Технический редактор Городницкая Она никогда не бывала За границей И боже упаси Но Технический редактор Городницкая С лоциями На порту Крузенштерна Вместе со мной Проплавал Практически Брук всего Земного шара Спасибо Александр Алексеевич Вот скажите Вы Сказали уже Что вы на Васильевском острове У вас Вся ваша жизнь Была с Васильевским островом В дальнейшем В Ленинграде связана Или вы куда-то еще Потом переезжали Вы же родились В таком розовом Красивом доме Мы его фотографировали Да Дом переезжал Покажите нам Пожалуйста Пролесните вперед Немножко Да Это Васильевский остров Сверху Это он же Это маленький Да Это я вроде Мама с папой Мама с папой Такой хорошенький Маленький мальчик Вот он Красивый дом Да Это был красивый Доходный дом Мы жили на втором этаже Правда Мы жили У нас была коммуналка У нас была узкая Как трамвайный вагон Комнатушка 13 метров С окошком Уходящим Слепой колорец Двора Эти все красивые Фасады Красивые Дом 38 Да Вот Дом наш К сожалению Сгорел В феврале 42-го года Он загорелся Не от бомбы Не от снаряда Умерла соседка Это же он выше От голода Не погасила буржуйку И он горел Вяло Четыре дня Но Гасить некому было И нечем И сил не было Просто вышли Спасибо за субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok